Здесь мы прочитали, что Господь призывает к любви к врагам. Что такое любовь к врагам, которую призывает Господь? Это нежелание им зла или любовь в полном смысле этого слова? Я бы сказал это по-другому. Любить врагов ваших, любите всех, потому что врагов нет. Есть братья и сестры, хорошие и плохие, но братья и сестры. В моем общении с людьми много раз приходилось сталкиваться с фактом, когда люди приезжали в Болгар, что молиться вместе о качестве Божьей Матери, в честь их сердец. За детей. Какой вопрос? Вот я пример его вспоминаю. Ни один, ни два. Очень много примеров было. Вот такой пример был, когда женщина говорит, два сына, между ними такая вражда, говорит, я вся истерзалась. То есть они не к ней враждуют, а они ее как маму-то любят, а они как относятся по-доброму между собою, а ей ничто не радует уже. Помню факт, когда та женщина про дочерей так же говорила. У нее три дочери, и вот две говорит, так между собой дружны прямо, а третью загнобили, он вдвоем вместе. Ну вот, например, взрослые причем, взрослые уже. Мне так, в общем, две-то они не замужем, как-то, вот они как считают, что у них не получил жизнь. А та, которая, которая набит на замуж, она виновата в том, что она счастливший их. Они так считают. Ну вот, там вот так. А мать переживает, расстраивается, плачет, старается их приметь. Третий факт, много фактов. У меня мама с папой были живы, в деревне жили, и мы к ним в большие парнии приезжали с детьми. То есть, а для них дети, внуки, говорит, и ребенка-то маленькая, говорит, а мы соберемся, и нам не тесно было. Да так хорошо уезжать не хотел, говорит, всегда. Мама с папой померили, говорит, а мы между собой решили, дом продавать не будем. Нет. Там стены для нас дороги, будем приезжать в праздники. Угу. Раз приехали. Приехали, а дом-то холодный. А оформили на одного из братьев, он там живет, я скажу, говорит, ну ты что ж тут, не прибрались вы, не потопили хоть. Мы приезжали, мама с папой. Он говорит, а почему я-то? Давайте прибираться. Конфликт. Дальше больше. В конце концов, решили так, продать и разделить деньги. А там продавать-то нечего, там денег-то нечего. Говорит, все перескандалились. Там старшая сестра, их 5 или 6 человек бросит. Она приехала, говорит, у нас вот настолько мы хорошо жили, дружно. И вот сейчас из-за этого дома, который для нас должен быть памятником любви, мы все стали врагами друг другу. Я говорю, может кто-то с вас бросит все раз, может молиться вместе с вами, тоже. Она что-то сказала, интересная вещь, говорит, да я прийду, чем поехать. Каждого обошла, каждого срезаем, просил. У сестры кто-то на коленях стоял. Христа ради, давай хоть нему вдвоем будем молиться. Она говорит, Бог знает. Все отказались. Все отказались. Для нас что-то важно из этого вычинить. Родители переживают, терзают, терзаются то, что дети, что вы рождуете. Вот это, который приезжал в последний факт, она говорит, я Бога знаю, я понимаю. Как сейчас там мама, чья с папой, ты меня терзается. Если они в Царстве Божьей, как воду чей-то за нас. Я говорю, мы их убиваем даже там. Мы не имеем права так поступить, они меня не слышат. Она, видишь, как интересно, через любовь родительскую понимает, что им нужно быть вместе. Вот через родительскую любовь и нам нужно быть вместе. Поэтому нет никаких врагов. Есть Отец наш Небесный. Вот. А мы все, все любимые им. Мы призваны хранить эту любовь. Вот знание духовных правд, духовно-правд, евангельское правд, знание Бога, как Отца, а нас, как детей, нас в глубину любит и вводит. Это опыт. И знание, и опыт, и чувство. А как все-таки вот научиться любить врагов, ну, хотя бы которые... Начинать сначала. Если внутри все сопротивляется. Печка холодная. С чего начинается? Раз тепла не будет, ну, затапливать надо. Все равно топить, чтобы тепло было. Как? С чего затапливаем? Насынем большие-большие тосты по линии, чтобы сразу жарко было. Они не загорят. С чего начинается? Ну, вот щепочки нам надо бумажки зажечь. А какая от них тепла? Тепла никакого. Потом начнется. Начинается не тепла. Огонь развести. А потом тепло начнется. Так и здесь. Делать то, на что способны. Что можем. Можем молиться хотя бы в состоянии, не видя их. Уже шажок есть к теплу. А можем как минимум хотя бы не отвечать им на зло злом. Второй шажок. И так шаг за шагом. А потом большие дрова. Потом и тепло будет. Начинать сначала. Да. Заповедь есть. Больше того. Прямо конкретно Господь говорит. Будьте совершенны, как Отец ваш Небес совершен есть. Ну и Он же сказал. С чего начинать? Упокайтесь. Цель вот. Начало тут. Цель и начало разные вещи. Так и здесь. Любовь стоит в совершенство. Это проявление совершенства. А начинать? Начинать с малого. С начала. Мы говорим с покаяния, как уже говорили. Или вот с понуждения. Хотя бы не отвечать злом за зло. Уже. Или так. Ну было мне раз. Такой момент. Не так давно. Ну получилось мне вот сказал близкими человек нехорошку сказал. Я нему ничего не ответил внутренне обидевшись. Но передохнул. Все. Да. А потом внутри себя ношу. Что сказать потом? Успокойся и скажу. Чем больше время идет, тем больше говорю. Ничего говорить не буду. Не надо ничего говорить. Хорошо. А потом вот сейчас время же отходит. И еще совсем успокоился. И говорит. Нет. Я ему скажу, как его люблю. Так будет лучше. И ему и мне. И мне. Я напомню ему, как я когда-то ему обидел. Объяснилось в любви. Я напомню это. Повторю. Заставил себя. И пусть это уже не захочется умереть. Труд. Вот цель такая. Любовь. А начало. Ну вот. Сломки себе. Своей гордыни. Опять я вам уперюсь в покаяние. То же самое. Вот мне сейчас вспоминается фраза, которую вы в проповеди говорили. Цитирую преподобного Роси Оптинского. Нет любви, дело дела любви. Вот по отношению к врагам. Как можно делать дела любви? Не воспримут ли они это как неправильно? А вот мы сказали. Во-первых, молитва. Во-вторых, мы говорим, не отвечать на зло тем же злом. Вот сначала. А не воспримут ли? Вот знаешь, во всем есть некая разумность и мудрость. Что я сделаю? А как на это отреагируют люди? Не ради меня, ради них как на пользу. Это правильно. Это правильно. Ведь мы так детей воспитываем. Да? Вот чем мы учим? Что потом какой результат-то будет? И вроде все правильно это. Вроде правильно. Но только вроде. А можно ничего этого не думать. А просто понуждать себя на любовь. И все остальное само по себе пойдет. Если будем утверждать себя в любви, хотя бы к любящим для начала. Хотя бы к терпению к врагам. Понуждая. В покаянии, в молитве. Процесс пойдет дальше. Процесс пойдет дальше. Сможем больше расти в любви. А потом только один раз прорваться. Один раз прорваться. У меня был такой опыт. Я все-таки позволь тебе сказать. Знаете, давно был молодым. Один человек подошел ко мне и говорит. Мне скажешь, ты при меня вот что сказал. А я этого не говорил, правда. Только если не понял. Кто сказал? Ты спрашиваешь, не понял, что он говорит. Он опять. Да не понял ничего такого. Погоди, а с чего ты взял-то хоть? А он даже не слушал. Он сказал все точно. Я этим человеком верь. И смотри, он меня не слушает. А я хочу вспомнить. А не было этого. Я говорю, подожди. А зачем ты пришел? Я говорю, что ты хочешь? Говорит, в рожу тебе дать. А, вон чего. Ну, тогда я давно был, другой был. Не как сейчас. Я сказал, знаешь что, брат, а ты дай в рожу. Тебе будет легче? Мне будет легче. Ну, вот и у тебя будет хорошо уже. А я ничего, с меня не убудет. Он стоит, у меня желатки ходит. Он думает. Может, он не ожидал такого, я не знаю. Но я искал. Он сказал, что я ко мне ничего. Я не знаю. Но только он в желатки ходит, и руки вот так. Я подумал. Подумал. Он верт человек тоже. И мне стало жалко что-то. Я подумал, ведь он это не слышит ничего. Сейчас в таком состоянии. Надо ему как-то помочь. Я взял ему, поклонился в землю. На землю. Он постоял непонятно. И непонятным, каким состоянием ушел. Ушел. Он сейчас епископ, митрополит. Сейчас. Да. На сегодняшний день. Так я его потом не спрашивал. Но ко мне он, не скажу хорошо, да если неплохо. Как ко всем относиться? То есть что-то в нем погасло. А это о нем. А я про себя. Хочу сказать, что я пережил. Мне было. Я был поражен. Результатом. Я видел, как он просто непонятный. Он остывать стал. У него разорачивание уходило. И я видел. Как просто человек успокоить оказывается. Он просто поклонится ему. И тогда я взял на урожение. Но это тогда несколько раз с пользой. Сейчас не знаю смогу ли. А тогда вот так вот. И вот слова у Василовцевского. Я не могу сказать, что у меня любовь угорела к нему. Но дело-то любви. А результат-то. И для меня. Поэтому дело-дела любви полыхнет. Загорится. Ну вот, убедился. Правда ведь это. Это правда. Добавлю только, как важно и великих-то преподавательных отцов наших. Их жизнь-то изучать. И слова. Они учат. Вы что-то еще хотите сказать про эту модель? Для меня тут очень личностный момент есть. Очень личностный. Когда я первый раз в жизни взял в их Евангелие. Бабушка принесла на соседки. И стал читать. Я читал. Хотел про себя и быстро. Бегом. Я об этом сейчас рассказывал. А бабушка у меня такая была. Нет, читайте мне. Чтобы я тоже слышал. Говорит. Скорее. Скорее. Что там написано? Все узнать. Сразу почерпнуть. А ей-то... Она сейчас тонавливает меня. Задерживает. Она меня поразила тем, что она вперед меня фразами говорила. Неграмотные. А вот куда знаешь? Говорит. С детства. По зимам. Вечерами читался Евангелие. Постоянно только Евангелие. Безграмотные. Знаю лучше, чем сейчас грамотные. Кстати. И я так быстро читал. И мне же было только... Я думал. Как можно больше пристать. Больше знания получить. Я читал ради чтения. Как можно только на скорость получился. Но я долго не читал. Дошел до пятой главы Матфея. И вот эти слова. И на этих словах заговорило сердце. И не потому, что я сердцем читал. Я ум отключил. На скорость. Я не разбираться, не рассуждать, а на скорость. Так у меня получилось. Неправильно. Но зато ум отключился. Сердце включилось. И вот на этих словах я поперхнулся. И произошло то, что у меня сердце заболело. У меня хомок поднялся в горло. И слезы не мог держаться. Меня холонили потоком. Мне было так стыдно 15 лет. Я хотел быть взрослым мужчиной. Я видел себя. А я что, как каприз с девчонкой. Как старуха. Разрелился. Да в присутствии бабушки при свидетелях. Стыд. Позор. И не могу себя удержать. И не хочу себя удерживать. Вот что самое удивительное. А удержать не хочу. Мне хорошо. И что это было? И я не мог. Мне сразу не сразу понятие получилось. Я потом анализировал. Что это? Я так никогда не любил врагов. Не был соля, проклончиво мне. Я не видел, кто так делает. Но где-то там внутри я почувствовал. Это такая правда, которой в мире нет. Что-то выше мира. Выше того, что я видел, знал. Но это правда. Настоящая. Настоящая жизнь. Настоящая любовь. Сердце почувало родную стихию. Сердце заговорило. Сердце пробило. И мне, как на среднем возрасте, на слезы, что было. Мне тогда говорили. Я давился, я давил, но и не хотел давить. Из меня это брызгало. Вот. Тут очень личное вот слово. Если говорить о Слове Божьем, первый раз я расслушил Господа через Евангелие, когда я переразвал руки Евангелия на Матфея на 5 главе на 10 словах. Спасибо.